Дворцы творчества детей и молодежи Очень много ребят приходят и не только ребят, очень много иностранных студентов сегодня пришли, очень много взрослых людей, родителей, которые привели своих детей. Действительно, они следуют призыву удивить своего ребенка, поэтому они его удивляют и я уверен, дети удивляются. Очень много заходящих сюда с интересом, то есть с ожиданием и вы увидите, вот если пройти по всем площадкам, какие горящие глаза у ребят, то есть это значит то, что фестиваль проходит так, как и запланировано. Особенностью фестиваля стало участие в нем волонтеров из других городов. По информации Министерства молодежного развития, традиционно добровольцами выступают студенты УЛГПО и опорного вуза. У нас на данный момент работает здесь 155 волонтеров как раз на самом фестивале. Также у нас присутствуют волонтеры из других городов, то есть это у нас, можно сказать, такое межрегиональное совместное сотрудничество. В этом году присутствует более почти из семи городов, можно сказать, разных, то есть это прежде такие города, как Казань, Рязань, Пенза, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Крым тоже, то есть они есть и приехали и помогают как раз именно в организации фестиваля флегат Павада. В этом году работает более 40 зон по различным профильным направлениям. Особо привлекательной для гостей стала живая зона, где каждый желающий мог пообщаться с живыми хасками. Владимир Вдовин – волонтер из уникального экопарка в Старомаинском районе, привез своих подопечных. Среди них – солнечный орел Гоша, который спокойно сидел на его руке. На втором этаже дворца создана отдельная зона птицы Ульяновской области, где можно посмотреть на живых пернатых, таких как свиристель, снегирь, зеленушка, дубонос, чечетка, чиж и других. Всего 15 видов. Не менее популярна среди посетителей зона гостей из Киргизии, которые привезли с собой настоящую юрту. Мы приехали из Кыргызстана, вот наша юрта, вместе с юртой приехали. Первый раз участвуем на фестивале флегат Павада и нам очень нравится, очень увлекательно здесь. Посетители фестиваля смогут послушать лекции ведущих географов и путешественников Ульяновской области и России, посмотреть тематические фильмы, принять участие в туристско-краеведческих и культурно-этнографических мероприятиях, познакомиться с кухнями народов мира. Предусмотрены мастер-классы по гончарному ремеслу, изготовлению кукол, созданию объемного рисунка 3D-ручкой. Последний день работы фрегат Павада – 31 марта. Вход на него свободный. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова